Позвольте еще раз представиться. Меня зовут Попова Марина Олеговна. Я старший научный сотрудник Института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горобачевой. Мы клиника университетской, первый государственный Санкт-Петербургский медицинский университет имени академика Ивана Петровича Павлова. Спасибо большое. Хотела поблагодарить Сергея Михайловича за приглашение и возможность рассказать вам о проблеме ВИЧ и лимфом и представить результаты нашего ретроспективного многоцентрового исследования. В 1981 году впервые были обнаружены пациенты, у которых развивались инфекции редкие, очень пневмоцистная пневмония и редкая злокачественная опухоль, которая обычно диагностируется у крайне иммуно-скомпрометированных пациентов. И в 1981 году обнаружили эти случаи порядка 100 больных. В ближайшее время 50% пациентов умерли. И тогда столкнулись с этой проблемой, а что же случилось с этими больными. И уже через два года, в 1983 году, две группы, американская и европейская, европейская это во Франции, пришли к единообразным выводам о том, что это вирус, который обуславливает иммунодефицит человека, и это вторичное осложнение. С 1983 года, с момента открытия вируса иммунодефицита человека, на сегодняшний день, к сожалению, пандемия ВИЧ-инфекции продолжается. И, наконец, в декабре 2014 года было зарегистрировано 35 миллионов пациентов ВИЧ-инфицированных на планете Земля. Несмотря на введение антиретровирусной терапии, в целом рост продолжается, но очень важный момент, который произошел, антиретровирусная терапия в целом более-менее широко была внедряна после 90-х годов, и отмечается улучшение общей выживаемости у этой группы пациентов, и, в первую очередь, за счет снижения летальности, связанной с ВИЧ-инфекцией, с ее осложнениями. И очень интересные данные американского сообщества о том, что где-то в середине 90-х произошел перекрест между причинами, связанными с летальностью, летальность, связанная с причинами, связанными с ВИЧ-инфекцией, значительно снизилась, и при этом на второе место после случайных причин вышла летальность, ассоциированная с ВИЧ-опухолями. Несмотря на внедрение антиретровирусной терапии, группа пациентов с ВИЧ-инфекцией всегда относилась и относится, к сожалению, даже после начала лечения, к группе риска пациентов, в которых развиваются онкологические заболевания. Но в целом можно сказать о том, что чистота развития, и в целом абсолютное количество пациентов, которые страдают злокачественными опухолями после внедрения антиретровирусной терапии, значительно снизилась. При этом в целом в совокупности неходжкинские лимфомы составляют где-то 20% от всех злокачественных опухолей, которые часто встречаются у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Но риск у них значительно выше и сохраняется. Очень интересный факт по поводу лимфомы Ходжкина. Если для неходжкинских лимфом фактором риска у ВИЧ-инфицированных пациентов является снижение CD4-х клеток меньше 200, и этот риск увеличивается чем ниже клетки, тем больше вероятность развития неходжкинской лимфомы, то для лимфомы Ходжкина наоборот. Многие исследования уже подтвердили о том, что внедрение антиретровирусной терапии на фоне повышается риск развития лимфомы Ходжкина. Если он раньше был в начальных этапах внедрения антиретровирусной терапии порядка 14 раз, то сейчас в 34 раза вероятность выше. Ну и в целом это объясняется тем, что CD4-х клетки не так актуальны для лимфомы Ходжкина, и поэтому пациентов, живущих с ВИЧ, чем больше пациентов, тем больше пациентов получает антиретровирусную терапию, тем больше мы будем видеть пациентов с лимфомой Ходжкина, ну и включая, конечно, и неходжкинские лимфомы в ближайшем будущем. В классификации Всемирной организации здравоохранения ВИЧ-лимфомы, они называются ВИЧ-ассоциированные лимфомы, никакого специального термина нет, они расшифровываются очень просто, что такое ВИЧ-ассоциированные лимфомы, это лимфомы на фоне ВИЧ-инфекции, никакого специальных критериев к этому не разработаны и не имеют никакого отношения. Они относятся к группе лимфопролиферативных заболеваний, связанных с иммунодефицитом. При этом отмечают всего несколько лимфом, которые относят к ВИЧ-ассоциированным лимфом, но у них, самое главное, нет специального кода ICDO, классического кода. Они относятся, собственно, к, если это лимфома Беркетта, то она имеет свой обычный код. Никаких специфических кодов у них нет. Но интересно, что в клинической классификации эти злокачественные опухоли все-таки кодируются как B21. То есть это не как злокачественная опухоль, а как проявление ВИЧ-инфекции. Что бы хотела сказать по поводу диагностики ВИЧ-лимфом? Это очень важный момент, который отмечают все исследования, все рекомендации о том, что пациентам следует определять обязательно, кроме того, что нужно обязательно для всех пациентов стандартное обследование для лимфом, это исследование уровня CD4-х клеток, это исследование вирусной нагрузки ПЦР, ну и, безусловно, коинфекция гепатитами B и C. Важно отмечают о том, чтобы пациенты, которые получают противоопухолевую химиотерапию по поводу неважно какой лимфомы или других злокачественных опухолей, обязательно были в центре, которые опытны в этом отношении, и для того, чтобы было хорошее взаимодействие между инфекционистами, которые занимаются проблемами ВИЧ, и гематологами, онкологами, которые проводят лечение злокачественной опухоли. И когда мы встречаемся с пациентом ВИЧ-инфекции, обязательно нужно помнить о том, что химиотерапию следует назначать обязательно на фоне антиретровирусной терапии. Если пациент до сих пор не получал антиретровирусную терапию, ставится обязательно вопрос о начале ее до химиотерапии или вместе с началом химиотерапии. И в целом отмечается принципиальное влияние антиретровирусной терапии в эру до антиретровирусной терапии, когда пытались лечить химиотерапию и лимфомы. И после того, как была внедрена антиретровирусная терапия, обнаружили, что в целом общая выживаемость у пациентов значительно улучшилась, и она стала приближаться к общей выживаемости пациентов с обычными лимфомами без ВИЧ-инфекции. И точно так же отмечают о том, что химиотерапия должна быть приведена не только с антиретровирусной терапией, но и должна использоваться такая химиотерапия, которая соответствует варианту лимфомы. Если использовать химиотерапию сберегающую, со снижением дозы, с несоблюдением интервалов, то вероятность успеха значительно снижается, как у обычного пациента. Чем более агрессивна лимфома, тем более агрессивно мы должны ее лечить в соответствии с современными рекомендациями, не обращая внимания на то, что у пациента есть ВИЧ, и нужно следовать рекомендациям на фоне антиретровирусной терапии. Очень крупное исследование, крупный исследователь Барта американский, в 2013 году в Бладе опубликованы исследования, где они выполнили метаанализ 19 исследований по поводу ВИЧ-лимфомы. И ставили перед собой один простой вопрос. CD20-позитивные лимфомы. Следует им назначать ретоксимаб или нет? Мало того, что у пациента с ВИЧ-инфекцией нет Т-клеток, естественным образом, так тогда мы еще и Б-клетки, все лимфоциты, убьем благодаря использованию ретоксимаба. Но весь этот анализ показал значительное достоверное различие влияния на общую выживаемость этих пациентов, что этим больным нужно обязательно назначать ретоксимаб, если это необходимо, если это CD20-позитивная лимфома. Кроме всего прочего, эта же группа исследователей во главе с БАРТа семь исследований проспективных включили в анализ и попытались разработать новую прогностическую шкалу в эру ретоксимаба у больных с ВИЧ-инфекцией. И они обнаружили о том, что самым идеальным базовым показателем прогноза является по возрасту скорректированный API, age-adjusted API, и к которому следует добавить ВИЧ-скор, так называемых, которые они включили в уровень CD4-клеток, вирусную нагрузку и наличие спид-заболевания в анамнезе, то есть это пневмоцистная пневмония или другие злокачественные опухоли, и наличие экстрамидального поражения. И таким образом они обнаружили, что если просто использовать стандартный API с корректированным по возрасту, то он недостаточно хорошо описывает эту группу, тогда как при добавлении этих компонентов, таких как CD4-клетки и ПЦР, значительно лучше описывает эти группы и определяет прогноз. Таким образом нужно помнить о том, что если мы встретились с ВИЧ-лимфомой и планируемым лечением, то обязательно нужно включить в стандарт обследования определение уровня CD4-клеток и определение вирусной нагрузки ПЦР. По поводу лечения, очень хотелось бы обратить внимание ваше на новый курс химиотерапии. Это очередная, уже, наверное, пятая модификация удачного курса EPOCH, который называется SHOT COURSE EPOCH RR, где за счет добавления второго введения маптеры мы сокращаем количество курсов химиотерапии больным. Ну, и это исследование проведено было не только у ВИЧ-инфицированных больных, но при лечении лимфомой берки это 30 пациентов суммарно были исследованы, 13 было пациентов с ВИЧ-инфекцией, и при диффузной баклеточной и крупноклеточной было более крупное исследование, и где было включено 33 пациентов ВИЧ-инфицированных. Что впечатляет? Впечатляет потрясающие результаты в виде десятилетней общей выживаемости 90%, и выживаемость без прогрессирования у диффузных баклеточных лимфом около 70%. Но есть к этому, конечно, ограничения, о том, что у пациентов очень мало, и повторных исследований пока не было, так что мы ждем, но мы, по крайней мере, используем этот курс химиотерапии для того, чтобы лечить этих больных. В целом он выглядит обычно, и исключением является то, что добавляется ретуксимаб в первый и дополнительный пятый день противоопухолевой химиотерапии. Что интересно, то что пациент может получить минимум три курса химиотерапии и на этом остановиться. Это поражает. Есть у нас тоже такие пациенты, которые прошли три курса, которые получили полную ремиссию после двух курсов химиотерапии, один курс – и стоп. Если нет полной ремиссии, то продолжается и суммарно максимальное количество курсов, всего пять. Для того, чтобы в целом обобщить ситуацию с точки зрения лечения ВИЧ-лимфомы, хотелось бы отметить о том, что схемы химиотерапии должны применяться в соответствии с вариантом опухоли, без оглядки на то, что у пациента есть ВИЧ-инфекция, при этом давать полные дозы и соблюдать достаточно хорошие интервалы, те, которые следует проводить по протоколу. Безусловно, нужно использовать ретуксимаб, если этому есть необходимость, но следует обращать внимание на уровень CD четвертых клеток, есть ограничения по поводу их количества 10, 100 клеток или 50 клеток. Кроме всего прочего, нужно обращать внимание на сопроводительную терапию больным. Обязательно нужно назначать колоннестимулирующий фактор во время курсов химиотерапии. Интересно, что у этих больных бывает, встречается туберкулез, об этом нужно помнить, выполнять компьютерную томографию. Ну и, безусловно, оптимацистное обнимание, и ЦМВ следует за этим следить и проводить диагностику ЦМВ-инфекции, контролировать, как мы делаем, например, у пациентов после аллогенной трансплантации костного мозга. Ну и с удовольствием представляю 9 центров России. Это гематологические отделения, которые по территориальному признаку оказывают помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией. Это 4 центра из Санкт-Петербурга, это и Волгоград, и Саратов, и Тюмени, Петрозаводск, и Сургут. Период наблюдения с 6 по 15 год, 47 пациентов было включено в это исследование. Из них 11% это были пациенты с лимфомой Ходжкина, и почти 90% это пациенты с неходжкинскими лимфомами. Чаще всего среди неходжкинских лимфом определялась диффузная б-клеточная и крупноклеточная лимфома, ну и лимфома Беркета. И самое главное, что критериями включения в это исследование мы взяли и наличие ВИЧ-инфекции и лимфопролиферативного заболевания лимфомы вне зависимости от исхода, включая летальные исходы, мы анализировали посмертные эпикризы. Загруженный слайд. Я только хотела бы сказать о том, что у пациентов на фоне ВИЧ-инфекции лимфомы течет крайне агрессивно, высокий уровень ЛДГ, очень высокая частота поражения, экстренодальное поражение, и имеется поражение центральной нервной системы. Но очень важным фактом хотелось бы отметить, что практически ни у кого из гематологов до сих пор это ретроспективный анализ нет данных обследования по поводу ВИЧ-сиди четвертых клеток или, например, определения ПЦР-нагрузки. Пациенты лечились с нехожкинскими лимфомами, преимущественно половина пациентов ЧОП или ЧОП-лайк, 24 четверть пациентов ЭПОЧ, и четверть лечились курсом химиотерапии гиперцват. Большинство пациентов 90% получали антиретровирусную терапию, но часть не получали антиретровирусную терапию, и в целом удавалось соблюдать неплохо дозы и интервалы, но после четвертого курса вынужденные остановки или вынужденные расширение интервала промежутка между курсами химиотерапии наблюдали. С 36 пациентов мы выделили Сиди 20 позитивными лимфомами, из которых 60% получали ретоксимаб, и 40% не получали ретоксимаб. И какие же мы получили результаты. Самое главное, что нам хотелось интересовать, цель у нас была проанализировать, какова у нас эффективность лечения, как мы в России лечим этих пациентов, и оказалось, что двухлетняя общая выживаемость составляет 70%. Это очень хорошая общая выживаемость в течение двух лет у больных с такой разнородной группой и такими агрессивными лимфомами. Мы определяли факторы риска, которые влияют на общую выживаемость, обнаружили, что уровень лактатогидрогеназы высокий, повышенный вообще, в принципе, повышенный или нормальный, ухудшает общую выживаемость больных и увеличивает вероятность прогрессирования заболеваний в течение двух лет значительно и статистически достоверно. При этом применение антиретровирусной терапии и адекватность противоопухолевой химиотерапии, варианты у лимфомы, например, использование и неиспользование ретоксимаба, является принципиальным с точки зрения общей выживаемости и также вероятность наступления рецидива в течение двух лет. Отдельный анализ мы провели с CD20-позитивными лимфомами, обнаружили, несмотря на малое количество пациентов, статистически достоверные результаты об улучшении общей выживаемости у пациентов, в которых использовалось курс химиотерапии ретоксимаб, и, конечно, значительно меньшая вероятность наступления рецидива, 11% против более 40% в течение двух лет наблюдения. Если сравнить наши данные с данными БАРТа, очень много анализов, больше 1500 больных и наши 36 больных, у нас в течение двух лет, этот анализ длительный, 17 лет, в течение двух лет мы оценивали нашу общую выживаемость, пациентов, в которых используется ретоксимаб, она даже несколько выше, чем у пациентов, которые в целом были опубликованы исследования. И очень важный компонент сегодня, Сергей Михайлович об этом говорил, обязательно, фактически, лечение пациентов с лимфомами, особенно высокоагрессивной лимфомой, это использование высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией костного мозга. И два принципиальных, очень хорошо сформулированных, спланированных исследования, это были парные исследования, набирали пациентов с ВИЧ-инфекцией, не ВИЧ-инфекцией, подбирали пару с лимфомами, и показали, продемонстрировали о том, что эти пациенты, общая выживаемость у этих пациентов значительно вообще, тут даже близко, даже не различается. То есть неважно, есть у пациентов ВИЧ-инфекции или нет, у пациентов ВИЧ-инфекции больному нужно проводить, если вам показана аутотрансплантация костного мозга, и результаты единообразны, вне зависимости от того, есть ли вирус иммунодефицит в человеке. А теперь Джокер, выражаясь картонечным языком. Зачем вообще мы говорим про ВИЧ и лимфомы? И почему у гематологов, онкологов появился очень большой интерес к этой проблеме? Это Тимоти Браун. Это единственный на сегодняшний день человек во взрослом возрасте, после нескольких лет болезни ВИЧ-инфекцией, смог излечиться от ВИЧ-инфекции, на сегодняшний день живет, свободен от ВИЧ и от другой болезни. Что с ним произошло? Это пациент из Сиэтла, но лечился он в Европе, в Германии, в клинике Шарите. Он страдает с 95-го года ВИЧ-инфекцией, и в 2006 году был диагностирован острый милобластный лейкоз. Химиотерапию по поводу острого милобластного лейкоза он получал в клинике Шарите, и в 2007 году ему была запланирована логенная трансплантация костного мозга. Ему нашли полностью, а шля совместимого донора для трансплантации, но при этом доктор попытался поискать среди тех доноров, которые ему найдены, донора, у которого есть мутированный ген CCR5. Это мутация. У нас есть такие пациенты на планете Земля порядка 1%, которые не восприимчивы к ВИЧ-инфекции. И этому пациенту очень повезло. Этот полностью совместимый ашля-донор для трансплантации оказался человеком, который резистент к ВИЧ-инфекции. И самый удивительный факт, который произошел, это то, что при трансплантации костного мозга оказывается, что после трансплантации, если провести трансплантацию от этого донора, то клетки-реципиенты будут нести фактически всю эту мутацию, и пациент может остановить антиретровирусную терапию, пациент будет свободен от ВИЧ-инфекции. Это произошло в 2007 году. В течение года у этого пациента развился и остановили терапию антиретровирусную в день ноль. У этого пациента в последующем был рецидив острого мелобластного ликоза после трансплантации. Ему были вынуждены повторную трансплантацию делать от того же донора. Но сейчас он жив-здоров. Сейчас уже наблюдение более около 7 лет. Сколько с 2007 года от первой трансплантации? Все эти года он не получает антиретровирусную терапию. Он был полноценно обследован, включая резервуары, в которых ВИЧ не был обнаружен. Вероятность повторения этого события ВИЧ-инфицированный пациент, злокачественная опухоль, при которой нужна аллогенная трансплантация, а найден ажлясовыместимый донор, который еще и оказывается резистентный к ВИЧ, практически равна нулю. Ну, практически. То есть очень-очень низкая вероятность. Но это событие повлекло за собой огромное количество исследований в области генной терапии по поводу излечения от ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день известны три основных генных технологий, которые позволяют заблокировать ген CCR5. И уже очень много исследований, включая генную модификацию CD4, ну, собственно, Т-лимфоцитов, аутологичных, были проведены не только на преклиническом уровне, на лабораторном уровне, но и эта публикация марта 2014 года, клинические. То есть пациентам забирали собственные клетки, гены модифицировали, проводили редактирование гена и вводили обратно. Результаты не очень удовлетворительны, потому что это всего лишь таргетные клетки CD4. Но это позволило сделать следующий шаг, это провести генную модификацию в CD34, в гемопоэтической стволовой клетке, для того, чтобы сделать, повторить ситуацию с берлинским пациентом, так называемым. И на сегодняшний день глидерами в этой области является компания SanGama, которая проводит цинк-пальцевую модификацию гемопоэтических стволовых клеток. Это вот и от них работа пришла. И преклиническая фаза на CD34 клеток, на гемопоэтических уже прошла. Она уже одобрена FDA. И по агентским данным вам расскажу о том, что у них начинается уже клиническое исследование. Подробности не знаю, насколько это будут пациенты с лимфомами или это будут просто ВИЧ-инфицированные пациенты. То есть этический такой момент не могу сказать, но клинические исследования у них уже начинаются. И мы в нашем университете, мы как клиника и Борис Владимирович прикладываем все усилия для того, чтобы этот метод лечения в ближайшее время точно так же в рамках, конечно, клинического испытания был доступен российским пациентам здесь, в Санкт-Петербурге. И в заключение хотелось бы еще раз сказать о том, что антиретровирусная терапия, конечно, принципиально изменилась ситуация с ВИЧ-инфекцией, включая лечение ВИЧ-лимфом. И, конечно, лимфомы занимают значительную часть у пациентов, это актуальная проблема, и в ближайшее время она будет только нарастать. В целом очень важно, что химиотерапия, включая аутотрансплантацию костного мозга, когда пациенту назначается антиретровирусную терапию, нам следует проводить как в общей популяции, без оглядки на то, что у пациента есть ВИЧ-инфекция. Ну и, безусловно, логен и трансплантация, это прецедент уже такой был, а аутотрансплантация генетической модификации гена ССР-5, конечно, позволяет надеяться на избавление от двух заболеваний, не только от злокачественной опухоли, но и от ВИЧ-инфекции. Позвольте поблагодарить все центры, где получали помощь эти пациенты, включая нашу клинику. Ну и спасибо вам за внимание.